Ольга Дроздова живёт здесь с 90-х годов. Отцу женщины дали эту квартиру как маневренное жильё, но переезд затянулся на долгие годы. Вот после протечек крыши у нас буквально за две недели весь потолок покрылся плесенью. Стена вот сейчас сырая даже. То есть так же течёт до сих пор кровля. В этой квартире живут четыре человека, в том числе маленький ребёнок. Девочке всего полтора года. Но у неё уже есть проблемы со здоровьем. В квартире сильная влажность. Где-то в 20 с лишним лет мне поставили бронхиальную астму. До сих пор я мучаюсь. Дышать здесь невыносимо. Мой маленький ребёнок ежемесячно также болеет. Сопли, кашель, бронхолёгочные заболевания. У соседей у нас пятилетний ребёнок уже, живя здесь, заработал также бронхиальную астму. Дом номер 63В по Большой Нижегородской больше ста лет. Здание признали аварийным ещё в 2018 году. Но людей до сих пор не расселили. Эксперты Народного фронта фиксируют многочисленные проблемы. Здесь всё течёт. Так же всё вплесень и заканчиваю полом. Обратите внимание, жильцы уже сами тут что-то пытались сделать, потому что старые полы сгнили. И вот вскрыли линолеум. И здесь такая картина. В некоторых комнатах полностью обвалилась штукатурка. Видны кирпичи. Но самое страшное, говорят эксперты, состояние электрических розеток. Стена сырая. Здесь всё влажность, всё замыкает. У людей была очередная протечка. И всё это текло на прибор учёта. То есть здесь всё электричество, оно в воде. То есть, ну, как бы со дня на день ещё пару оттепелей. И здесь всё просто-напросто сгорит. В прошлом году после нашего репортажа на проблему обратило внимание надзорное ведомство. Экскурсию для чиновников проводил лично экс-прокурор области Владислав Малкин. Был подан иск в суд. Дело жильцы выиграли. 16 ноября решение суда вступило в законную силу. Но благоустроенное жильё людям до сих пор не предоставили. Единственное, что они нам предложили маневренный фонд. Вот лично мне предложили маневренный фонд. Дом с 1938 года постройки. Первый этаж. Очень низко. Тоже так же очень прямок почти на земле. Ну, понятное дело, что мы отказались. Оценка экспертов УНФ неутешительная. В этом доме жить опасно. Людей нужно экстренно расселять. Мы сейчас будем обращаться в городскую администрацию. Будем стараться каким-то образом помочь людям. Разговаривать, опять-таки повторюсь, городскую администрацию, назначать совещание и всё остальное. Люди устали ждать, чтобы ускорить процесс. Сегодня жители пришли на приём к заместителю главы города Владимира. На данный момент уже почти, не почти, а два месяца прошло. И со стороны администрации почему-то никаких действий. Кроме того, как они нам предлагают маневренный фонд, который нас не устраивает. Пока в мэрии нашли три квартиры для людей из муниципального жилья. Сейчас там делают ремонт. Чиновники обещают переселить людей уже в начале марта. А вот собственникам придётся подождать. Работа-то велась и не останавливалась. Другое дело, что найти подходящий вариант. Плюс вы понимаете, что бюджет – это тоже инструмент, не меняющийся по желанию заказчика. Соответственно, надо было определить с точки зрения финансирования. Надо было внести соответствующие изменения в отношении бюджета. В ближайшее время собственникам направят заявку с предложением самостоятельно снести дом. После получения официального отказа стоимость квартир оценят специалисты. И только потом людям выплатят деньги. Это произойдёт не раньше, чем через полгода. Игорь Липский, Мария Гончарова, Андрей Беляков и Евгений Адамов.